МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Настоящее время Азия с главными событиями дня. Фражский судья Яшахида Якуб сегодня в программе. Крымско-татарский народ отмечает годовщину депортации. 72 года назад более 200 тысяч татар были в принудительном порядке, посажены в товарные вагоны и сосланы в ссылку. Памятные мероприятия начались в Украине. В самом Крыму органу самоуправления Татар Меджлису мероприятия проводить не разрешили. Сегодня самый черный день в истории крымско-татарского народа. В Казахстане около 10 активистов митингов протеста против поправок в земельный кодекс были задержаны органами правопорядка сроком от 10 дней до 15 суток. 21 мая митинги протеста планировали сразу в нескольких городах страны. Переговоры по мирному регулированию в Сирии сорвались. Новую дату сирийской оппозиции правительство не назначили. Однако международным последникам удалось договориться о доставках гуманитарной помощи в осажденные районы. Мы все понимаем, что война не закончится ни для Асада, ни для его народа до тех пор, пока не будет достигнутого соглашения на политическом уровне. Планы лекарственного импортозамещения в России уже сейчас угрожают здоровью сотен тысяч граждан. Пациенты жалуются на некачественные препараты, врачи бьют тревогу. Импортозамещение – это декларируемое событие, его не происходит на самом деле. Сегодня 72-я годовщина депортации крымских татар. В центре Киева в парке Шевченко прошел митинг. Свой рабочий день депутаты Верховной Рады начали с минуты молчания. А вечером на Майдане зажгутся свечи в память о десятках тысяч жертв депортации. Сегодня самый черный день в истории крымско-татарского народа. И вы знаете, сегодня, прослушивая гимн, еще раз понимаешь всю боль своего народа. Никто не забыт, ничто не забыто. В мае 44-го года своего дома всего за двое суток лишились 180 тысяч человек. Это только по официальным данным. В товарных вагонах их отправили в ссылку. По воспоминаниям очевидцев, тех, кто сопротивлялся или не мог идти, просто расстреливали. Эти телевизионные ролики, появившиеся в неделе в Украине, призваны напомнить о судьбах на самом деле сотен тысяч татар, вынужденных покинуть свои дома. Официальную депортацию советские власти обосновали с сотрудничеством крымских татар с гитлеровской армией. В дороге, растянувшиеся на месяц, ссыльных кормили редко. А в некоторых составах, где в основном были женщины, старики и дети, дали еду в первый и в последний раз на второй неделе пути. Умерших не было возможности хоронить. Их тела просто вытаскивали из вагонов и оставляли на полустанках. Потери татар не ограничивались жертвами в дороге. По разным оценкам, только за первый год после депортации погибла почти половина всего крымско-татарского народа. И в наши дни татары полуострова – объект приставленного внимания Москвы. Меджлис – орган крымско-татарского самоуправления, новыми российскими властями признан экстремистской организацией и запрещен. В отношении ряда татар, оставшихся в Крыму после аннексии, заведены уголовные дела по обвинению в терроризме. Заместители председателя Меджлиса Ильмиумерова на колонии годовщины депортации вызвали в ФСБ и провели беседу. Они меня обвиняют в том, что я являюсь угрозой территориальной целостности Российской Федерации. Я никогда не призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, за исключением того, что у нас с этой властью разные взгляды на Крым. Я считаю Крым составной частью Украины, не признаю аннексию, не признаю оккупационную власть и открыто об этом говорю. Я осознаю все риски, я понимаю, что это может закончиться и лишением свободы, но если суждено что-то терпеть, я готов это терпеть на родине. Тем временем представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека выступил в Женеве с докладом о положении крымских татар. Он заключил, что за последние два года ситуация с соблюдением прав крымских татар ухудшилась и призвал российские власти отменить запрет Меджлиса. Мы напоминаем Российской Федерации, которая осуществляет фактический контроль в Крыму, что она обязана обеспечить соблюдение прав меньшинств и коренных народов, а также обезопасить их от дискриминации и притеснения. Мы также призываем власти немедленно отменить запрет Меджлиса и обеспечить народу Крыма свободу слова, информации, собраний и вероисповеданий. В Казахстане проходят задержания, допросы и аресты активистов перед республиканской акцией протеста 21 мая. Активные пользователи соцсетей, ранее сообщавшие о своих планах участвовать во всех казахстанском митинге против поправок земельный кодекс, задерживаются полицейскими и приговариваются судом к арестам. Во вторник и среду были арестованы более десятка человек по всей республике. На западе страны Ватерао по 15 суток ареста получили активисты Макс Бакаев и Талга Таян, активные участники первого массового митинга по земельному вопросу 24 апреля. Они привлечены к ответственности за нарушение законодательства о порядке организации проведения мирных собраний. Как заявил адвокат активистов, приведенные доказательства это опубликованные 6 мая в Фейсбуке пост Бакаева о том, что он подал заявку на митинг. По той же статье за нарушение закона проведения мирных собраний в Алма-Ате в ночь на среду к 15 суткам ареста приговорены 6 активистов. В их числе руководитель общественной организации АРУХАК Баткатран Тарайгожина. Она успела заявить по телефону репортера ЗАТК, что им не предоставили возможности связаться с адвокатами. А в Уральске гражданские активисты Баткат Жанат Ясентаев арестован на трое суток на период досудебного расследования уголовного дела по статье о возбуждении социальной, национальной или религиозной розни. Полиция также провела обыски по адресу проживания Жаната Ясентаева и в офисе общественного объединения АБРОИ. В апреле уральские активисты подали заявки в Акимат на митинг 21 мая по земельному вопросу. Однако эту заявку местные власти отклонили. В столице республики Астане 10 суток ареста получил гражданский активист Мохамбет Абжан по обвинению в мелком хулиганстве. Незадолго до ареста он писал в соцсетях, что получил предупреждение от прокуратуры о недопустимости проведения несанкционированных акций. Вечером во вторник в Астане к 10 суткам ареста приговорили также активиста Максаты Ильясулы по обвинению в призывах к несанкционированному протесту. Максат входил в комиссию по земельной реформе, созданную по поручению президента Казахстана. После первого заседания комиссии 14 мая Максат Ильясулы заявил об отказе от участия в ее работе. Также в республике проходит задержание допроса активистов, которые ранее писали в соцсетях, что пойдут на митинг, который якобы должен состояться 21 мая в Алма-Ате. Напомним, что 16 мая министр внутренних дел Камухамбет Касымов заявил, что в митинге нет смысла, так как инцидент исчерпан, объявлен мораторий и работает комиссия по земельной реформе. Также он напомнил о ответственности за проведение несанкционированных местными властями публичных акций. Тела трех граждан Таджикистана, 26-летнего Сухроба Хушакова, 39-летнего Инаета Резуева и 42-летнего сына Реддина Сабирова, доставлены на Душанбе. Трудовые мигранты были убиты в ходе массовой драки на Хованском кладбище в Москве 14 мая. В этот день преступная группировка напала на граждан Таджикистана, работавших на кладбище, могильщиками, камнерезами и уборщиками. Уроженцы Кавказа требовали от мигрантов, чтобы они выдали им половину своего заработка. Сфоры закончились дракой и стрельбой, в результате которой около 30 человек получили ранения. Без зрения и с гаджетом в руке. Слепая девушка Назира Ильмказиева не только сама освоила современные цифровые технологии, но и помогает в этом другим. Об этом репортаже настоящего времени. Постукивая тростью по брусчатке, Назира находит дорогу к своей работе. Даже при полном отсутствии зрения она ловко ориентируется в местности. Этот путь девушка совершает регулярно. В последний раз Назира видела мир своими глазами, когда ей было 5 лет. Будучи ребенком, она заболела диатезом, но доктора по ошибке диагностировали у нее врожденный стафилококк. Неправильное лечение отразилось на здоровье глаз. После того, как врачи обнаружили то, что у меня портится зрение, они хотели исправить мое зрение и сделали еще хуже. И в итоге я осталась вот. То есть в итоге я потеряла зрение. Недуг сделал Назиру только сильнее. 7 лет назад она попалась сюда, в благотворительный фонд «Феномен». Здесь она освоила компьютерную грамотность, научилась пользоваться смартфонами и другими гаджетами. Теперь она сама учит незрячих и слабовидящих премудростям цифрового мира. Все, что нужно сейчас в современном мире в плане гаджетов, вот в принципе все и осваивали с помощью Назиру. В свое время помогло, допустим, осваивая слепое печатание. Вначале не было смартфонов, научились печатать слепую на компьютере. Назиру – педагог строгий, но справедливый. К своим подопечным она относится по старинке. Короче, с помощью пряника и кнута. Алло. Предвзятое к себе отношение девушка не терпит. Я себя не чувствую ограниченной. Я должна делать то, что делают зрячие люди. Меня до сих пор люди ругают и говорят, почему ты одна, почему ты без сопровождения. Я им говорю, просто так надо, извините. Сведения о узоре. Вход в список. Десять часов пятьдесят 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 выход. За что бы она ни бралась, у нее все получается. Выучила английский и немецкий, а теперь изучает и японский. Не так давно она побывала в стране восходящего солнца и по специальной программе. Все это благодаря упорству. Я сейчас думаю, если бы я была бы зрячей, я бы столько успехов не добилась бы. Нужно стучаться в те двери, где не пускают тебя, но рано или поздно ли тебя пустят. Назира считает тебя счастливой. В будущем девушка хочет открыть свой благотворительный центр и помогать людям. Вера в то, что однажды ей смогут вернуть зрение, ее не отпускает. Шавкат Тургаев, Азат Натымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Переговоры по мирному регулированию в Сирии сорвались. Новую дату в сирийской оппозиции правительство не назначили. Однако международным последникам удалось договориться о доставках гуманитарной помощи в осажденные районы. Мы все понимаем, что война не закончится ни для Асада, ни для его народа до тех пор, пока не будет достигнута соглашения на политическом уровне. Планы лекарственного импортозамещения в России уже сейчас угрожают здоровью сотен тысяч граждан. Пациенты жалуются некачественные препараты, врачи бьют тревогу. Импортозамещение – это декларируемое событие. Его не происходит на самом деле. Переговоры по мирному регулированию в Сирии провалились. Министр иностранных дел США, ЕС и Ближнего Востока не удалось убедить противоборствующие стороны договориться. Сирийская оппозиция сообщила, что не вернется на переговоры до тех пор, пока ситуация внутри Сирии не изменится в лучшую сторону. Во время переговоров сорила атмосфера пессимизма. Группа разделилась на те страны, которые поддержат президента Башар Аль-Асада, и на его врагов. Однако все стороны прекрасно отдавали себе отчет о том, что режим перемирия, закончившийся 12 мая, должен быть восстановлен. Мы все понимаем, что война не закончится ни для Асада, ни для его народа до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение на политическом уровне. Это понимают все. Именно в этих целях была создана международная группа по поддержке Сирии. Именно благодаря этому было прекращение огня, и нам удалось доставить гуманитарную помощь. Конечно, не в тех размерах, которые мы бы хотели, но все же. В совместном коммунике по итогам встречи стран-участники переговорного процесса призвали стороны к полному прекращению огня и предоставлению возможности доставлять гуманитарную помощь. С 1 июня Всемирная продовольственная программа ООН начнет сбрасывать с воздуха медикаменты и воду в осажденные сирийские правительственные армии районы. Даты возобновления переговоров оговорено не было. Но переговоры в Женеве между противоборствующими сторонами также провались в прошлом месяце, после того, как оппозиция обвинила правительство в пренебрежении режимом прекращения огня в городе Алеппо. В то же время между сирийской армией и повстанцами произошел самый крупный обмен пленными за все время конфликта. Обмен состоялся в окрестностях Алеппо. Повстанцы передали 25 пленных и 70 тел сирийских военных в обмен на 12 соратников и 11 тел. Группа сирийских докторов, работающих в Алеппо и его окрестностях, а также на границе между Сирией и Турцией, опубликовали заявление, в котором призвали США и Россию сделать все возможное, чтобы прекратить кровопаралитие в Алеппо. За последние пять лет более 730 врачей были убиты в Алеппо. Скоро в городе вообще не останется докторов, кому будут идти пациенты за помощью. За последние две недели каждый час погибал по меньшей мере один человек и четверо получали ранения. Наши больницы в критическом состоянии. Дети, женщины и старики Алеппо платят дорогой ценой за то, что США и Россия не в состоянии выполнить своих обещаний, говорится в заявлении. Заявление сирийских врачей было сделано после того, как больше недели назад в Алеппо в результате авиаударов, нанесенных на больницу, скончался последний остававшийся в городе педиатр Мухаммад Васим Мааз. Авиаудары были нанесены или сирийской, или российской авиацией. И несколько дней назад в турецком городе Килиси на турецко-сирийской границе мне удалось побеседовать с доктором Махмудом Мустафа, который возглавляет группу сирийских врачей, работающих в Алеппо. Можно сказать, что сейчас рабочие больницы, это где-то, можем сказать, 6, не больше. Население сейчас в Алеппо где-то 300 тысяч. Эти 300 тысяч, как сказать, они уже не хотят никуда уйти. Они так страдали, что уже они хотят умереть в их земле, в их домах. Они не хотят уйти или не в состоянии уйти. И они, как сказать, люди, которые там могут уехать куда-то, они уже уехали. И еще можно сказать, сейчас нету дороги, безопасной дороги, чтобы им уйти из Алеппо. Как вы знаете, сейчас есть только одна дорога, чтобы выйти из Алеппо. А эта дорога тоже, она небезопасная. Сейчас, чтобы попасть в Алеппо, в Турцию, тебе надо где-то 9-10 часов, чтобы попасть в Турцию, в воду. Можешь умереть с бомбировкой, или есть место, где может тебе снайпер попасть. На границе тоже ситуация не лучше, как вы знаете. Это много беженцев сейчас на границе, приехали из разных мест. Они живут в такой условии. Нет слов, я не хожу слов, описывают их состояние сейчас, эти люди, которые живут на границе Сирии. В Афганистане постоянно служат 860 военных из Грузии. Это второй по численности после США иностранный военный контингент. Многие в Грузии выступают против такого большого присутствия грузинских солдат в таком опасном регионе, из-за постоянно растущего числа жертв. Однако военное руководство надеется, что в перспективе тесное сотрудничество увеличивает шансы Грузии как можно скорее стать членом НАТО. На грузинской военной базе в Афганистане побывал Коба Лекликадзе. Для этих грузинских солдат миссия в Афганистане закончилась. Это подразделение отправляется домой в Тбилиси, но ему на смену прибывает другое. Грузинский контингент в регионе насчитывает около 860 военных, и это второй по численности иностранный контингент в Афганистане после США. Светлана Лапачи медсестра, а служба в армии для нее – дело семейное. Я горжусь тем, что у меня три сына служат в армии. Мы все в одной бригаде, и я рада, что могу надеть форму и служить Родине. Светлана Лапачи прибыла в Афганистан в начале апреля. Тогда же батальон, где служит ее старший сын, отправился домой. Сейчас он в безопасности, однако сотни солдат, которые остаются здесь, каждый день рискуют жизнью и здоровьем. Грузия платит дорогую цену за свое военное присутствие в Афганистане. Среди недавних жертв – 21-летний Василь Кулджинишвили. Он погиб в сентябре 2015 года. Василь стал 31-м грузинским военным, погибшим в Афганистане. Но не все, в Тбилиси такая цена за военное сотрудничество кажется приемлемой. Грузинским военным нечего делать в Афганистане. Не понимаю, почему они должны гибнуть там понапрасну. Военные в Афганистане работают на повышение доверия к Грузии и демонстрируют, что мы прогрессивный народ. Но я все равно не понимаю, почему грузинские солдаты должны там погибать. Нам надо заботиться о собственной стране. Под Тбилиси 11 мая начались совместные учения американских, британских и грузинских войск. Это часть общего курса на развитие сотрудничества с НАТО, ведь Грузии предстоит решать серьезные оборонительные задачи, в том числе из-за поддержки России непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия. В Афганистане грузинские военные уже тесно сотрудничают с НАТО. Например, проводят вертолетное патрулирование. Некоторые военные надеются, что такое активное присутствие Грузии послужит дополнительным аргументом на переговорах о членстве в НАТО. Мы будем очень счастливы, если НАТО и Соединенные Штаты когда-нибудь помогут нам восстановить территориальную целостность Грузии. А пока грузинские военные патрулируют авиабазу в Баграме. Риски высоки, однако военное командование считает, что в долгосрочной перспективе эта миссия все же принесет положительные результаты и для Афганистана, и для самой Грузии. У российских больных возникает проблема с обеспечением жизненно важными лекарствами. В мае пациенты стали жаловаться, что не получили положенных их препаратов из-за проблем с финансированием. А врачи и вовсе бьют тревогу. Планы лекарственного импортозамещения в России уже сейчас угрожают здоровью сотен тысяч граждан. С подробностями Вадим Кондаков. Жизнь Оксаны, как чудо, хранится в холодильнике, в коробке со шприцами. Это вот залог вашего здоровья, да? Жизни? В этой коробке. Это жизнь. У Оксаны рассеянный склероз, уже 15 лет. Она живет, занимается хозяйством и воспитывает 11-летнюю дочь. Хотя все могло быть совсем по-другому. Это заболевание – приговор. Человек через 2-3 года или 5 лет становится глубоким инвалидом, через 7-10 он уходит из жизни. Все 15 лет Оксана колола себе этот иностранный препарат, который держал ее на ногах, и который ей бесплатно давало государство. До наступления мая. Минздрав не закупил должное количество препарата. Денег нет в государстве и финансовый кризис. Лекарства пришлось купить самим. 30 тысяч рублей за упаковку. Огромные деньги для многих инвалидов. Но уже в следующем году, по словам Оксаны, их будут переводить на отечественные лекарства, которых пациенты просто боятся. Я знаю истории, когда отказываются, потому что очень тяжелые побочные эффекты и очень токсичные препараты. Это страшно звучит, но выбор, иностранный препарат или мучение, обычен для России, говорит нейрохирург Алексей Кощеев. Потому что тяжелые заболевания есть, а хороших отечественных лекарств нет. Ну вот, например, известная проблема лечения детской эпилепсии в России заключается в том, что у нас нет ректальных форм реланиума, которые можно вести ребенка. Он есть в Беларуси, например. Все мамы таких детей знают, что этот препарат нужно контрабандно оттуда провозить. Это они делают. Засовывают их, как наркотики, в трусы себе, в вещи в багаже и провозят. Даже самые процветающие страны не пытаются замещать лекарственный импорт, говорит Кощеев. И правда, зачем делать самим, если можно купить? Но у нас свой путь, по крайней мере на словах. Импортозамещение – это декларируемое событие. Его не происходит на самом деле. А происходит просто периодический отказ от чего-то. Причина этого отказа здравоохранения понятна, потому что нет денег, они ушли на ракеты, условно говоря. И поэтому врачи и пациенты оказываются, в общем-то, заложниками такой ситуации. Это одна из таких заложниц – Татьяна Филимонова. Полгода назад у нее нашли рак легких в четвертой стадии. И единственный препарат, благодаря которому она все еще живет, делают в Германии. Вы представляете, я его пью 12-13 день, и у меня полностью пропал кашель. А я кашляла, начиная с января месяца, непрерывно. Но эти таблетки стоят очень дорого, и выписывают их не всем. Вот и Тане предложили подождать. Даже не недели, даже несколько дней были важны. А тут нужно было ждать месяц. То есть мне пришлось, собственно, покупать за собственные деньги препарат, который на месяц стоит около 100 тысяч. Деньги на этот флакончик ей собрали через православное сообщество в интернете. А врачи все еще разводят руками. И вместо лекарства выдают ей лишь бумажки. Сами врачи иногда бывают в шоке от этой системы, которая просто, на самом деле, очень неповоротлива. Пока идут споры о лекарственном импортозамещении, пациенты продолжают мучиться, потому что замещать привозное все еще нечем. И до светлых времен расцвета отечественной фармацевтики многие из нынешних больных просто не доживут. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Герой короткометражного видеоролика «Мечта» мальчик-нургазы приехал в Нью-Йорк. Ролик с его участием облетел весь мир и победил в номинации «Лучшее видео» в категории «Голос народа» международной премии Webby Awards. Играет музыка «Мечта» Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Читайте на соцсетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова